Здравствуйте! Начинаем наш урок, в котором я покажу основные аккорды, которые использует Сергей Никитин в своих песнях. Покажу технику левой руки его, построение этих аккордов, которые, в общем-то, основу составляют его репертуары, и дальше, если от них отталкиваться, можно находить все новые и новые производные аккорды. И начать с этого саморазвития свое, гитарное. Значит, строй у нас семиструнный минорный, в открытом виде дает аккорд ГМ. Вот я уже показал вам самый простой аккорд, где ничего не надо зажимать. Немножко о строй. Как строится гитара? По тюнеру D, A с решеткой, B, D, C, G, D. По нотам это, значит, у нас, Р, Си бемоль, Соль, Ре, До, Соль, Ре. Теперь аккорды. Ну, начнем с основного первого аккорда, аккорд АМ. Он строится на втором ладу, Никитин зажимает его таким образом. То есть, сверху басы зажали, и средним зажали либо три, либо четыре. Вот. Ну, покажу альтернативные аккорды, да, которые через октаус строятся. Значит, он же, этот аккорд, ну, если вы начинаете играть с него, то интересно им заканчивать. Но уже на пятом ладу, то есть такая лесенка, третья, вторая, первая струна, плюс на седьмом ладу седьмая. Ну, рядом с этим аккордом стоит аккорд Е или Е7, тут без разницы. То есть, тут на первом зажимаются три струны, плюс одна, плюс седьмая. Если сдвинуться, это будет F-аккорд. Можно зажимать так. Но всё-таки я рекомендую, потому что семистронная техника левой руки, она отличается главным образом тем, что аккорды некоторые строятся по принципу обхвата грифа. Всё-таки тренировать этот обхват. Дальше аккорд идёт А или А7, тоже, в общем-то, без разницы, звук почти один. Зажали все струны, плюс на третьем ладу вторая. Но через лад, вне зависимости, где вы его ставите, этот аккорд, Никитин ещё добавляет мизинец. Вот. Дальше идёт аккорд Д-М. Д-М можно построить по-разному. Либо шесть зажали, плюс первая струна, плюс вторая. Её можно зажать либо безымянным, либо мизинцем, как удобно. Либо зажать все шесть струн. Седьмая открытая, она тоже действующая. И через лад зажать две струны мизинчиком. Но первую струну мы не задеваем. Только третью и вторую. То есть... Дальше эту связку аккордов. Можно расширить. Ну, добавить аккорд Г. Аккорд Г у нас... Это тот же Е, только на четвёртом ладу. Открытые у нас басы. Шестой, седьмой. С как А, только на пятом ладу. Альтернативный ему аккорд на втором ладу С. Дёргаем пятую, шестую. Также альтернативный аккорд аккорду Г вот такой. Вторая, первая. Басы открыты. Вот. Эту связку можно строить с любого. В любой позиции. Аккорды изменяться не будут. Просто будут расставлены в других местах. То есть, со второго лада, если начать, это будет аккорд уже Б. Аккорд Г. Вот. Ну, я думаю, предельно понятно. Значит, конечно, Никитин виртуоз, он нашёл, придумал, откопал, поскольку он самоучка, самородок, сотни аккордов. Но никакой ролик этого не уместит, да и нужды в этом нету. Плюс ещё я обеспечу вас аппликатурами самых разных, сложных, интересных аккордов Сергея Никитина. Ну, это в качестве бонуса. Вот. Если какие-то аккорды, как ДМ, например, строятся для вас сложно, вы можете вполне повторять тот же АМ, но это будет ДМ уже, если его поставить на седьмой лад. ДМ. 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 Вот. Дальше. Какую связку показать? Ну, давайте покажу связку, допустим, если стартовым брать не АМ, а ДМ. Ну, вот, я уже сказал, на седьмом ладу его можно строить. Можно открывать, закрывать, открывать, закрывать седьмую струну. Можно так, на шестой, седьмой закрытой. Ну, или так. ДМ-аккорд. А-аккорд. Сдвинем. Это Б-аккорд. Все повторяется, все легко и просто. Аккорд Д, чтобы перейти на ГМ, строится, как вы заметили, как ДМ, только играется у нас и первая, и вторая, и третья. Вот, зажатый указательным, шесть струн, седьмая открыта. ГМ. Басы открыты, а можно вообще, как я сказал вначале, ничего не зажимать. Продолжаем связку С. Или здесь. Эф. Как Д на пятом ладу. Или Эф здесь, на втором. Ну, и сразу песенка в памяти всплывает. Если у вас нет собаки, Ее не отравит сосед, И с другом не будет драки. Если у вас, если у вас, Если у вас друга нет, Друг. Ну, это диез Д. Друг. Нет. То есть, все повторяется, разные просто комбинации. Следующая связка. Ну, давайте стартовый возьмем аккорд. Ну, чтобы далеко не отходить от аккордов, Принцип построения как АМ. Ну, давайте, допустим, сюда его сдвинем. Очень популярная связка в песнях Никитина. Сдвинем его на пятый лад. Обычный Никитин зажимает здесь либо три, либо четыре струны безымянным пальцем. Играем открытую пятую шестую. Э. Открытые басы. А все, в общем-то, повторяется. Можно так. С. Можно здесь поставить ФМ. Ну, как ДМ. А можно здесь Лесенко. А Никитин здесь ставит его. Третья, вторая, первая зажата на трех ладах. Плюс седьмая на третьем ладу. Дергаем седьмую, пятую. Альтернатива этому аккорду. Этот аккорд уникальный. Альтернативный его не встретить. Не в, значит, мажорном, цыганском, не в русском. Это вот такой. Тоже увидите, если внимательны, у Никитина. То есть, первая зажата и седьмая зажата. Дергаем три снизу, седьмую и шестую. Кстати, вот этот вот, господи. ЦМ, да? Альтернативный ему на первом ладу. Первая зажата и вторая. Пятую и шестую. Дергаем. Г. Или здесь. С. ФМ. Б. ИС. Д. вот ну если попробовать стартовым взять ГМ какие тут связки непонятно Д Диезды Г СМ Ф Б СМ А можно добавить Д вот так я хочу принципиально разные аккорды показывать ну давайте теперь аккорд возьмем ЕМ ЕМ строится следующим образом 7 2 1 2 можно еще поставить на 4 палец и дергаем 7 4 Е АМ Д Г АМ ЕМ С Х все повторяется на четвертом ладу и снова ЕМ Вот это самая суть так ну можно можно еще вот такую связку будет у нас АШМ аккорд третий лад четвертый лад прошу прощения аэм аэм добавить аш бем а А, Д. Нет, вот не отсюда. Так, ЕМ опять. Г. И дублируем через октаву ХМ только на седьмом ладу. Лесенка. Вот. Таким образом. Собственно говоря, вот это основа, базис именно в плане аккордов по Никитину. Все остальное, бесконечное, бесконечное, производное, дополнительное, так сказать, дальше идет. Самая суть, вот то, что я показал. Ну, я думаю, на этом стоит закончить. Я надеюсь, было все понятно, доступно. Ну, и что-то большее, сложное, интересное, это в аппликатурах уже вполне можно найти. И дальше уже отталкиваться от этого, потому что то, что я предоставляю, это именно такие, ну что ли, такой трамплин, отправная точка. Чтобы человек мог понять суть и дальше уже сам развиваться. Всего доброго, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.